здравствуйте дорогие друзья я сегодня приглашаю вас в каньон Хашупсе я уверен что вам понравится там невероятно красиво убитая дорога каньон Хашупсе проедет даже такая малолитражка которая едет впереди сегодня вас приглашаем посетить то место в котором я еще не был ни разу не слышал о нем с первого дня посещения мною абхазии советовали говорили приезжай обязательно посмотрим только встретили ребят которые выезжали на легковой примерно полчаса по времени у них ушло и они не полезли сам каньон потому что там было прохладно тут ездят на таких джипах на дастерах дорога если для легковых нормально то вы тоже сможете проехать навигатор нам пишет что займет еще 18 минут весь путь от центра гагар до 22 километра совало что в районе 59 минут очень мне нравится виды на всякие домики такие поселения которые в горах мы сами сейчас живем тоже в горах хотя и в гаграх виды очень интересно как размещены эти дома борисы банановые деревья хурма мангарины хурма кстати уже поспевать нам сказали что на рынке продается но надо брать в это время приплюс вот на какого жить вот каждый день выходи смотреть на такие картинки под момент когда хурмы много не бывает целый сад хурма мы живем у людей у которых целый сад мандарин апельсин а здесь вот именно хурму ворачиваем больше знаете все сейчас сухо а когда приходят дожди то здесь просто все кипит и бурлит а как вам такая вот аллея просто из кипарисов абхазия воистину открывается с разных сторон начинаешь путешествовать и смотреть больше самое клевое животное абхазии корова не везде по проехали деревеньку пишет что 6 километров нам еще ехать до места мне пишет наш навигатор что осталось 2 и 2 километра кому верить пока непонятно река которая протекает внизу и образовалась каньон называется хашупсе за одиннадцатом уже устраивают гоночки ребята вот она сама река хашупсе я пропустил одного козла ну в принципе машина называется козел человек как бы не хотел чтобы меня отгонять и как говорится и вместо джигитов здесь лучше пропускать смотрите какой туман он поднял и навстречу нам еще один козел летит или это правильно называется хантер наверное он покрытый у нас махом конечно очень круто такие ущелья красивые здесь стоит ребята вот такой знак показывает мега каньон хашупсе и нам сюда еще наверх теперь в гору каньон хашупсе а мы приехали на территорию частность здесь вход стоимостью 200 рублей с каждого человека предлагают прокатиться на багги также есть возможность покушать столовую и сюда народ приезжает больших качествах если вы хотите допустим на багги прокатиться то стоимость будет 400 рублей с человека так 200 рублей с человека рассказали про каньон попросил не снимать потому что типа не хочет быть всех популярным но я надеюсь что нам все понравится по крайней мере видят сюда открывается великолепные собор стоимостью 1000 рублей на полтора часа то есть на все путешествие вам дают его вот такая приехала машинка которая краски туристов оттуда привозят и забирает что друзья мы можем потихонечку отправляться ты готова в ледяную воду вообще и теперь спуск вниз такие моменты когда тропа заманчивалась и тут вроде бы как бы ближе нам показано что идти сюда влево ну ладно пошли еще нам сказали идти на какую-то треугольную скалу это наверно вот эту группу сопровождений которая у нас там сзади идет они все таки довольно таки на веселе я им пообещал что они все протрезеют посмотрите какая красота ребята чтобы пробить сюда дорогу здесь посносили скалы что такое вау произошло так понимаю что отсюда стекает вода и сильно лень подмывает эту дорогу мне кажется я бы сюда на своей машине бы смогу заехать там зверху стоит сотовая вышка и думаю почему не здесь 4g ловит можно было прямым эфиром сюда идти ну если бы знал в каньевне в самом связи нету вот это да вот это вид отсюда начинает прям холодом видеть то есть чувствуется насколько здесь прохлада пойдем туда между скал друзья на экскурсию лет уходит где-то полтора часа смотрел на эти подъемы понимаешь что сюда прям очень хорошая обувь нужда в первых местами даже скользко еще ни разу многие не поехали на своих любимых крокодилов и мы точно получится без проблем картинка как будто из сказки я представил этот подъем назад ощущение будет непередаваемое здесь ноги вниз забиваются гораздо больше чем 800 ступеней потому что там хотя бы ступни они ровно стоят а здесь они еще постоянно под наклоном проход посторонним запрещен атмосфера как он там пытаются запустить сапы пойдемте за самыми так сказать инстаграммами моментами что ли смотреть то что здесь можно увидеть прочувствовать эту атмосферу оттуда таким холодом прям веет что мама не гори серьезно на столько давайте попробуем о кайф ну постоять привыкаешь с той стороны все ребята сели едят какой-то другой мир в этом году открывать для себя очень много интересных мест смотрим это с другой стороны когда здесь больше воды бывает то тогда гораздо интереснее на сапах ходить говорят что водичка бывает здесь вообще кристально прозрачная тогда он будет еще круче сейчас ощущение космос вот это круто ребята фантастика температура воды кстати 17 с половиной градусов то есть вполне себе комфортно картинка конечно тут просто космос невероятная просто обстановка ощущение как те водички как ощущение надо было присыпать здесь выровнять огонь безобразие это рашен турист называется думаю что вот здесь тоже туристы лазят по вот этому балкону там сверху делать просто такие красивые синюки вот это хор там девичьи приятно но комикс называется можно не комментировать то есть о чем разговаривают ребята после холодной воды конечно эмоции у всех зашкаливает туристы бросают муцер у нас все как всегда семья вообще-то не шла по волосам тут можно пытаться прощавиться слушай а ты не хочешь попробовать вот пролезть по балкону почему пролезть? да вот туда ага нет что-то девчули особо такие податливые вау просто посмотрите обзорчик этот мы на вас подпишемся давайте как вас зовут? у меня Юра зовут сейчас не обязательно имя называть у меня и там так же зовут Юра у меня и там так же зовут так сказать тебе нет Юра меня зовут царкое село это подарок от подписчиков а кстати быстрее подскажите а вот ты там потому что мы знаем да да скажите я был с вами а вы не хотите в кадр быть еще красивым? я? да пошли вы что-нибудь красивое увидели? здесь? да еще нет вот видите туристы я иду восторгаюсь невероятно классно все ребята тоже пытаются на сапах пойти но ощущение после каждого выхода из воды прям вау они такие холодные здесь водичка все чище становится ты понимаешь сюда не все доходят нам повезло кстати что не так уж и много туристов говорят что здесь бывают прям большие количество скоплений людей и вот именно в это время здесь не так круто как могло бы быть вода слизывала все эти поверхности огромное количество времени опускается ниже, ниже, ниже в итоге пробилась скала до вот этого уровня люди оставляют свои следы надписями это место самое лучшее куда сейчас я иду поворачиваю самое красивое когда тут скалы начинают соединяться прям вверху невероятно думаю как вот передать всю эту красоту огонь минск сябры вы что делаете оставляя своих лет в Абхазии конечно не совсем весело вот здесь на Сапах мне вообще интересно было покрыть чем занимаются девчонки в каньонах да? за мной? господи я побежал откуда какой город вообще? Нижгородский область а город какой? Арзамас Арзамас такой знаем Азамас Анапа Анапа видит из его Краснодар Краснодар тоже близко это красиво ты едешь? вообще-то да хорошо давай красивее там же не видно как ты виляешь понимаешь? попа в воде вот да вот это было очень красиво да кажется у нас впереди будет еще водопад ты здесь держишь? нет много раз приезжал в Абхазию но что ты сюда а? сюда как-то не добрался много раз были да много я кстати при этом не убирался в Абхазии в этот году даже третий раз но сюда тоже кстати не добирался причем отдыхаем все время в Санкт-Петербурге и не были? тут не были? нет печалька вот оно самое красивое и самое фотографируемое место просто вау вау здесь и холоднее всего на всем нашем маршруте вот это то место куда стоило прийти как нам сказали если вы его уже увидели значит вам дальше не надо значит вы увидели абсолютно все такой небольшой водопад который создает как раз таки здесь атмосферу холода вау вау нереально классно я теперь понимаю почему мне говорили приходи сюда обязательно тебе здесь Юра понравится действительно просто невероятно как нам такой вид невероятно другая вселенная просто ребята космос реально космос пропустили чтобы посмотреть вот эти вот красоты еще один у нас наш спутник добирается и вот это да вот это вау эффект ребят момент просто невероятный кто-то оставляет свои вещи кстати отходишь выше здесь становится теплее очень круто можно накладывать под какую-то музыку все это потому что картинка действительно фантастическая и ходить здесь крайне опасно упадешь и все тебе хана но это дорогого стоит я еще с рюкзаком фантастика место то просто восхитительное виды здесь вау там наверху нам сказали что дальше этого места как бы там уже ничего красивого нету но вся группа которая вместе с нами двигалась пошла пошла туда дальше они не слушали на самом деле нашего отправляющего сюда мы сейчас чаечек попьем и тоже туда с вами отправимся я просто пока поменял батарейку прошел по полке ребят уже на сапах добираются до этого места все уже остался один хотел сказать ну нет подходит та группа ребят на сапах я никогда раньше не был в таких местах каньона зажатых пространствах для меня это первый такой опыт и я нереальном восторге это очень круто это очень классно эмоции вау какой-то нереальность я вот рассказываю у меня волосы смотрите дыбом становятся потому что место действительно сильное вкусно зеленый чай за ваше здоровье спасибо тем людям кто нас поддержали и мы можем приезжать и вместе с вами смотреть невероятную красоту абхазии от души спасибо только как они на сапах выплывают смотрится поистине прикольно кадры сверху очень круто говорят когда много людей не особо удобно на сапах когда же людей мало то я думаю доставит очень много позитивных эмоций такого путешествия все ребята сапы припарковали и дальше отправились пешочком ну конечно вот этот заход туда меня прям очень порадовал это очень красиво пойдемте еще чуть-чуть прогуляемся найдем нашу группу я надеюсь ребята это уже достойно лайка вы поддержите нас в комментариях репостах потому что такую красоту стоит приехать и увидеть и пишите обязательно может быть вы здесь бывали и какие места вам больше всего понравились еще раз бросаем взгляд на это место я его увидел самое фотографируемое наверное место про каньон который есть в абхазии если я не прав пишите я уверен что это второе место популярности после озера риц здесь является огромное дерево которое сюда снова тоже фотогеничная такая картинка знаете какой-то разлом из прошлого так так я нашел татан мохито крутяк залез на бревно а там бутылочка с мохито лежит она правда уже открытая думаю невкусная люди с собой притащили и здесь оставили дальше трос натянут чтоб если что можно было на сапах даже против течения выбраться мне вот это бревно прям очень парадок а чуть я тут и растянулся такие мощи были что сюда его притащили сквозь все эти повороты представляете дерево пойдет сверху камень прилетит и все вот я понимаю что прецедентов особо не было до этого сдавались потеплены скалы под натиском воды и большой радости создали такое невероятное ущелье каньон в которое стоит прийти чтобы посмотреть на всю эту красоту вот он каньон а дальше горная река так вот он начинается друзья тоже очень красивое место очень фотогеничное тут действительно просто река между гор скал перебегаем здесь из камушка на камушек дошли до этой тихой классной заводе тут у нас тоже уже ребята возвращаются обратно то есть пока пил чай все сходили посмотрели тут тоже очень красиво если вы особенно любите разнообразные горные реки здесь даже есть указатель туда иди туда экскурсия превращается из каньона в экскурсии по лесу вот тут самщитовый лес еще одно место это силы красот тоже есть видите это дерево погибает постепенно неужели скорее всего самщиты здесь в сочи вот когда была олимпиада привезли эту бабочку или как она правильно называет которая поела там есть самщиты теперь тем же самым занимается и здесь вау вау в принципе очень красиво шикарное место вот отсюда все делают фотки вот я думаю что это будет у нас конечная точка нашего маршрута так в принципе все и посмотрели великолепная прогулочка мне честно очень понравилось не знаю сколько на экскурсионных маршрутах стоит если вы ездили пишите нам это вышло где-то час времени езды и 200 рублей с человека чтобы сюда пройти однозначно ставлю лайк не зашло так вот ездить машинки которые привозят сюда людей садки и все остальное садки садки то то и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...